Торжественная церемония награждения медалями 100 лет белорусским экономическим органам стала своего рода площадкой подведения итогов и определения приоритетных позиций для представителей вертикали власти на ближайшие несколько лет. Открывая праздничную встречу, министр экономики Александр Червяков поделился своим мнением об экономической деятельности Брестского региона, о выполнении ключевых показателей и о том, каким он видит будущее областных центров. У экономического блока сегодня действительно тот день, когда они могут отчитаться за тот результат, который достигнут областью по всем направлениям. Есть чем отчитываться. И то, что в этом году, столетие со дня образования экономических служб Республики Беларусь, это также показывает, что за весь этот период не только страна, но и Брестская область прошла вот этот столетний путь и достигла вот этих высоких результатов. Юбилейная медаль «100 лет белорусским экономическим органам» была учреждена в текущем году. Это одна из наиболее престижных наград, которая вручается исключительно за выдающиеся успехи в трудовой деятельности. Герои этой торжественной церемонии – люди слова и дела. Они, как никто другой, знают, что стоит за высокими результатами. Это постоянная совместная деятельность, в которой важны грамотные прогнозные решения, планирование и четко подобранная команда, где перспективные кадры со временем становятся опытными профессионалами. В числе обладателей медалей председатель Брестского горосполкома Александр Порогачук, руководитель районов области, ведущие экономисты на предприятиях и в организациях. Те люди, с которыми мне приходилось работать, многие сегодня здесь присутствовали в зале. С ними было приятно работать, это грамотные специалисты, грамотные экономисты. От них многое зависело и в регионах, и в областном центре. Поэтому трудно оценивать, наверное, свою работу там или работу той команды, которую я возглавлял, экономических служб. Но, мне кажется, можно гордиться. Я думаю, что вся область заслужила этой наградой, потому что вот и министр сегодня в своей речи говорил о том, что наиболее сбалансированная с экономической точки зрения область выполняется практически все целевые показатели и задания, доведенные для области. Но, конечно, еще рано говорить о том, что мы куда-то пришли. У самурая нет цели, у него есть только дорога. Поэтому и следующую пятилетку будем сегодня обсуждать, будем говорить о том, какие перед нами стоят задачи, как мы их будем выполнять. Что касается района, то тоже мы стараемся сбалансировать экономику. Район преимущественно аграрный, малоритский, но в то же время есть ярко выраженные промышленные предприятия, от которых зависит, в принципе, институтического объема. Есть у нас наметки, в том числе и модернизация производства, в том числе и работа с теми предприятиями, которые находятся в не очень хорошем финансовом положении. Поэтому работать еще есть над чем. Не за горами очередной Новый год, который обещает быть непростым. И от того, насколько слаженно и результативно сработают экономические органы Беларуси в этих условиях, во многим зависит будущее страны на ближайшие несколько лет.